Продолжаем читать псалмы, размышлять над ними вместе с пользователями, интернет-портала Экзегет.ру. 18-й псалом сегодня рассмотрим как раз по поводу пророческих свидетельств о Христе. Небеса проповедуют славу Божью, и о творениях Рукига возвещает Вселенная. День дню изрекает Слово, и ночь ночи возвещает мудрость. Нет наречий, нет языков, на каких бы ни слышались их голоса. Разнеслись по всей земле вещаниях и до предела Вселенной речи их. Солнце сделал Бог обитель в небесах, и оно, как жених, выходит из чертога своего, радуется, как исполин, пускаясь в путь от края неба исход его, и встреча его с тьмой у края неба, и никто не лишится теплоты его. В общем, понятная картина, мироздание, да, вот такого восхищенного бытия, восхищение радостью бытия, все это поет о славе. В общем-то, говорить, наверное, не о чем. Но это тот случай, где параллельный церковно-славянский текст дает некие коннотации, которые являются ключом к пониманию того, что мы читали. День, дни отрыгает глагол, ночь, ночь и возвещает разум, ни суть речи, ни же словеса, их же не слышится гласи их. Во всю землю изыди вещание их, и в конце вселенной глаголы их, в солнце положи селение свое, и то, як и жених, исходя от чертога своего, возрадуется, як и исполин тищий путь. Что за коннотация? Вот, во-первых, во всю землю изыди вещание их. Кого их? День, дню изрыгает слово, ночь, ночь и возвещает мудрость, нет наречий, нет языков, на каких бы ни слышались их голоса. То есть, на всяком языке день изрыгает слово, изрекает слово дню, и ночь, ночь и возвещает тоже какое-то слово. Какое слово? Что говорит ночь, ночь или день, дни? И почему нет наречий, нет языков, на которых бы не слышались их голоса? Голоса чьи? Голос дня, голос ночь, или голос неба, или голос творения? Чьи голоса? О чем-то свидетельствуют. Свидетельствуют, как говорит стих, о славе Божьей. О чем свидетельствуют голоса? И почему нет наречий, нет языков, на которых бы не слышались их голоса? И по всей земле вознесло свечание их, и до предела вселенной речи их. То есть, причем, вот это их, оно здесь странное, оно как-то, но мы не можем соотнести это с днем или ночь. Это их некая множественность, которая проповедует что-то, вещает что-то, благовествует и днем, и ночь, и новому дню, и новой ночь. Это не может быть, да может быть, конечно, это о красоте творения, о величии творения. Все языки мира воспевают величие творения или воспевают что-то иное. Ну, допустим, вот на какое-то время возьмем и допустим, что на самом деле речь идет о красоте вселенной. Ну, почему бы всем поэтам земли не быть этими самыми их и не восклицать в радости о красоте всего мира? Ну, почему тогда дальше псалом говорит закон Господень не поручен, наставляет душ, свидетельство Господне верно, повеление Господне праведное, заповедь Господне светла, страх Господень чист, суды Господне истинны и так далее. Но никто никогда, да, мы можем найти и на японском, и на китайском, и на языке хинди, и на языке европейских народов, и семитских народов, мы можем найти стихи, воспевающие красоту Вселенной и только красоту Вселенной, а не о том, что закон Господень и повеление, и страх Господень. Вот, значит, речь идет о Вселенной, Вселенной, мораль, мораль, красота, красотой, философия, философия, поэты, философы, разные люди, юристы, дети, это не одно и то же. А здесь все это вместе. Значит, их это не поэт и не философ. Те, кто восхищаются, они восхищаются, да вообще не восхищаются, они разносят славу Божью, но не восхищаются Вселенной. Да и где мы видим тут Вселенную? Солнце у нас, конечно, сбило в русском переводе, но вообще-то небеса проповедуют славу Божью и о творении рук Его возвещает Вселенную. О том, что сделал Бог посреди земли, о том, что совершил Он небеса, как и в Евангелии, с небес голос пришел. Они проповедуют славу Божью и поэтому на всех языках мира разносится слово о том, что было сделано днем и о том, что свершилась ночь, о спасении, которое совершил Господь. вот что оказывается является важной проповедью и неба, и земли, и дня, и ночь. Они кричат, они проповедуют о том, что Бог спас людей, что Бог совершил спасение всех народов. И слово, благовестие об этом разнеслось по всему лицу земли на всех наречиях земли. Как мы слышим о том, скажем, в книге Деянистых апостолов, в день, когда сходит благодать, святаго духа, вот именно на разных языках они заговорили, и не было там, причисляются подробные все наречия, не было таких наречий, и не было таких языков, на которых бы не проповедовали бы апостолы. И вот они это слово о Христе разнесли до всех пределов вселенной. А дальше, опять-таки, вот то, что нам дает церковно-славянский текст. В солнце, не вот так, как в русском переводе, солнце сделал Бог обителью в небесах. Но опять-таки, даже в этом смысле, может, не совсем, скажем, точно выражено, но Бог сделал солнце обителью в небесах. Кому обитель? Себе, так и говорит церковно-славянский текст. «В солнце положи селение свое». То есть, он поселился на солнце, он вселился в солнце. Ну да, вот это почти мифические представления, да, это мы, это самое знаем, язычество изучали. «И оно, солнце, как жених, исходящий из своего дворца, радуется, как исполин, отправляющийся в путь. И от края до края вселенной красота его и встреча его везде». Тут русский текст добавляется тьмой. «Но встреча его везде, и никто не может спрятаться от теплоты его. Солнце или Бог, который положил селение свое в солнце? Солнце выходит, как жених, той, яко женихи и жених, исходя из чертога своего. Или Бог, облегшись в солнце, выходит, как жених, как жених, жених. Чей жених? Мы знаем из Священного Писания Нового Завета, что Христос есть жених церковный, жених церкви, невеста его церковь. И каждая душа человеческая, она невеста Христова. Мы знаем это из образов книги Деянистых апостолов, точнее, из посланий апостола Павла, знаем это из Апокалипсиса, знаем из этого очень даже из раннехристианских авторов, что церковь как невеста Христова. И так воспринимаем это через тропари образы мучениц и мучеников. Именно это мы видим, когда читаем притчу о десяти девах или притчу о званых на браке. Жених? Жених выходит навстречу кому? Жених выходит навстречу своей невесте. Он назван женихом у солнца. Ну ладно, допустим, солнце жених, но у солнца нет невесты. Он ни с кем никогда не встретится. Солнце всегда одинок на небосклоне. Она никогда не может найти себе невест. А это жених, он еще не одинокий, у него есть невеста. Он вышел навстречу своей невесте. Как говорит текст притчи о десяти девах, вышли навстречу жениху. Идоша встречения жениху. И он замедлил немножко, они заснули. Жених, идущий навстречу своей невесте, своей церкви, своим невестам, всем человеческим душам. Он вышел из своего селения на небесах и спустился здесь на землю. Солнце родилось здесь на земле. Именно об этом пытались сказать наши древние отцы, когда установили праздник Рождества Христова в день зимнего праздника, когда снова начинает пребывать солнце, когда рождается солнце. Пытаясь провести эту параллель, что там в вертепе родилось солнце, здесь на земле солнце правды, солнце жизни, истинный свет родился здесь в отме Вифлеемской пещеры или еще того может быть глубже, полнее, когда свет во тьме светит и тьма его не объят, или как у пророка Исаия люди не будут нуждаться в солнечном свете, потому что Бог будет для них солнце. И поэтому поем, переживая этот образ рождения солнца, мы совершенно не случайно еще в Ветхом Завете храм скинь, а потом храм был сориентирован на восток вратами, не алтарем, как у нас, а вратами, потому что солнце должно войти в храм. И когда еще там с древности еще с книг пророческих и сегодня это наполняет нас наши божественные книги этими образами мы называем Христа Востоком с большой буквы. Восток Востоков. Все это образы образы рождающегося в пещере солнца. Солнца, которое пришло залить миром тьму этого мира, тьму этой земли, тьму этой жизни. Пришло растопить лед этой жизни, согреть замерзающих людей, согреть вплоть до самой преисподней земли отогрев озябнувшие души человека несть и же укрыться теплоты его, говорит дальше нам псалом. То есть псалмопевец переживает поэтически явление Бога не так, как мы видели его в однеземной жизни, а как бы прозирая сквозь покров, сквозь завесу плоти то, что увидели на горе преображения апостолы, когда не могли смотреть на этот свет необыкновенный льющийся из недр этого человека и Бога. Солнце, родившееся в Вифлееме, пришло, чтобы согреть, спасти, оживить эти мертвые тени, мертвые образы мертвых людей и стать женихом. Ведь именно с жениху радуется невеста, именно жених согревает ее холодеющее сердце от одиночества. Он радует и несет жизнь, и поэтому идет навстречу, и встреча с этим солнцем радостна. Встреча с этим солнцем и есть источник жизни. С неба сходит он, чтобы встретиться с нами, и никто из идущих навстречу ему не пройдет мимо. Как он говорит, и грядущего ко мне не изгоню вон. Но это солнце надо увидеть за завесой плоти, за завесой его изможденного, со временем и поруганного естества, из раненого, окровавленного, распятого, положенного в гробе, как в одном из песнопений церкви, солнце однажды зашло в гроб. Вот это удивительные вещи, пронизанные этим песнопением, Мел Гибсон вот так вот нарисовал воскресенье, заполнив темницу солнцем и Христа выходящего в солнце, вступающего в свет солнечный. Это удивительный образ, поэтический, многомерный и глубокий. Бог стал солнцем. Солнц правды и жизни, солнце как источник жизни, живого, как сокровищница жизни и теплоты. Оно рождается, рождается она потому, что оно вышло навстречу своему человеку, для того, чтобы прийти к нам и сделать нас своими невестами. Но еще раз повторю, это же солнце спрятанное, солнце сокровенное, солнце, которое надо разглядеть этот свет. А чтобы его разглядеть, читай дальше. Закон Господень непорочен, повеление Господне праведно, заповеди Господне истинны, страх Господень чист и прочее, и прочее, и прочее. Для того, чтобы разглядеть во Христе солнце, для того, чтобы увидеть этот свет, льющийся сквозь раны Христова, для того, чтобы увидеть, прижаться к этой теплоте Креста, для этого надо исполнить Его волю. Поверить сначала, поверить и послушаться, сделать то, что Он велит, и тогда ты обретешь солнце на кресте, солнце праведное, вот, или обретешь его в Христе рожден, или в Христе крещающемся, или в Христе воскрешен. Но ты сможешь увидеть и припасть, и увидеть там свет и теплоту, только если исполнишь его волю. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok